Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Луки, глава 8, от 11 до 15 стихи. С 11 по 15 стихи. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающая, к которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в тернии – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит толкование. Три разряда людей, которые не спасаются по этой причине, к первому относятся те, которые подобны семени, упавшему при пути, то есть совершенно не приняли учения, ибо, как дорога утоптанная и сбитая, не принимает семени, потому что она жестка. Так и жестокосердие совершенно не принимают учения, потому что, хотя они и слушают, но без внимания. К другому относятся те, которые подобны семени, упавшему на камень, то есть те, которые, хотя и приняли учения, но потом по немощи человеческой оказались бессильными предискушениями. Третий же разряд – это те, которые знают учения и, однако же, подавляются заботами житейскими. Итак, три части погибающих, одна спасающихся. Таким образом, спасающихся мало. А погибающих очень много. Смотри, как он говорит относительно подавляемых заботами житейскими. Не сказал он, что они подавляются богатством, но заботами о богатстве, ибо не богатство вредит, а забота о нем. Потому что многие получили пользу от богатства, раздав его на утоление голода бедных. В терпении, сказал, ради тех, которые на камени, они принимают учения, но не устояв против нашедшего искушения, оказываются негодными. Видишь ли, как он сказал о спасающихся, хранят и приносят плод в терпении, и через эти три свойства отличил их от несодержащих, каковы те, которые при пути, от неприносящих плода, каковы те, которые в терниях, и от неприносящих нападающих на них искушения, каковы те, которые на камени. Ну вот и растолковали вчерашнюю притчу. И ты вчера говорил, к какой категории людей ты себя относишь? К первой. К первой. Что это за категория? Ну, ветреные люди, у которых в одно ухо вылетает, в другое вылетает. А кто из этого уха вытаскивает? Дьявол. А зачем ты ему позволяешь это делать? Ну, ты во Христа веруешь? Ну, верую. Ты веруешь, что он разрушил силы дьявола? Верую. Верую, Господи. Ну, раз Христос разрушил силы дьявола, смертью смерть победил, уничтожил державу, имеющую державу смерти, то есть дьявола, ты в это веришь? Верю. Ты христианин? Христианин. Ну, а как ты относишься к категории первой? Они, написано, не спасаются. Христиане, они спасаемые, прилагаемых, спасаемых к церкви. Ты к церкви примкнул? Ну, так если котелок не варит, что сделать? А кто тебе сказал, что у тебя котелок не варит? Ну, если не запоминаю ничего. Кто тебе сказал, что ты не запоминаешь ничего? Ну, так я чувствую. А я чувствую, что ты пересказываешь и очень хорошо запоминаешь. Если бы ты вообще бы ничего не смог повторить из вышесказанного, ты повторяешь, значит, внимаешь себя внутрь, раз повторить можешь. Другое дело, что ты не исполняешь, это уже другая категория людей. Ты себя прям к первой отнес, которой прям вообще не принимают, не верят, отвергают. Почему? Не, значит, ты ошибся, значит, ты не к первой категории относишься. При дороге, как утоптано, это все. Одно ухо вылетает, другой вылетает, то есть вообще ничего не остается. Но у тебя-то остается. Ты, говоришь, принимаешь слово, ты принимаешь, ты его повторяешь. Значит, что это за категория людей? Ну, вторая категория. Семя, которая упала на камень. На камень. А что это за камень? Ну, на камне мало, мало больше. И корни поверхностные. То есть, те, которые, хотя и приняли учение, но потом по немощи человеческой оказались бессильными, перед искушениями. Вот. Что за искушение у тебя было? Что ты бессильным оказался перед ними и веру потерял, перестал в церковь ходить. Житейские соблазны. Житейские соблазны. Ну, вот это уже третий разряд. Смотри, читай. Третий же разряд. Это те, которые знают учение, однако же, чем подавляются? Заботы о житейской. Что это за заботы житейские у тебя были? Семерополавка. Многодетный отец. Может быть, фермер. Ну, может быть, ты трудишься от зари до зари, что некогда тебе Библию почитать. То есть, первую мы разобрали. Первая. Какая категория? Вспоминай. Паша при дороге. Паша при дороге на твердую почву. То есть, совершенно не приняли учения. То есть, они вообще даже слушать не хотят. Ибо, как дорога утоптана, избитая, не принимает семени. Потому что, она же, скажем, ну, семя, ну, на асфальт брось семечки, что-нибудь вырастет. Ну, ты такой разве? Ну, ты же принял, ты же ходил на занятия, принял крещение. Все, что себя в первую, сразу записываешь. Пускаешь себя ниже канализации, как говорится. Значит, какая? Дальше. Это не подходит к тебе. Ты же принял. Вот, забота житейская. Что за забота житейская? Это если камень. Это третий, это третий разряд. А второй? Забота житейская. Жизнь по-плоцкому. Тут не жизнь по-плоцкому, а заботы. Вот. Ибо не богатство вредит, а заботы о нем. Ты что, богатый, что ли? Обжилище. А? Забота о доме. Забота о доме. Где жить, да? Ну. А Христос как учил? Лисицы имеют норы. Четыре небесные тоже имеют. Да. Свою религию. Ну и дальше, что он говорит? Однако же, всех Господь питает. Да. Не тем или паче лучше вы, люди, этих птиц. Что ты заботишься? Не заботитесь. Господь напитает. Зачем тебе заботиться? Ты в Господа веришь. Не, ну, гелик нет, но я не могу утеплить. И что от этого? Надо, нужно перестать в церковь ходить? Вот ты перестал в церковь ходить. Утеплился, заботы житейские проявил. А толку-то? В 16 градусов мороза. Ничего не помогло. А потом что-то тебя там епнуло, надо в храм идти. Пришел в храм, и чем дело кончилось? Начал на службу ходить. Начал на службу ходить. Вот. И вот то, что ты заботился, и то, что ты заботился о тепле, без Господа, ничего у тебя не вышло. Купил домик, брат там тебе, как попало, его утеплил. Да, брат, вообще, он это... И толку никакого нету. Ну, вообще, убить меня это пообещал. Ну, дать? Ну, с ножом уже бросался на меня. Да как тебя, Вася, не убить, если ты твердолобый? Такой. Господь учит одно, а ты по-другому делаешь. Господь говорит, ну, все, братья, хватит, ты вчера его судил, судил. Ты за своими грехами следил. Зачем ты заботился о доме, зная, что Господь питает? Почему в церковь перестал ходить? Ничего этого тебе не принесло. То есть, ты его так и не утеплил домик, он у тебя холодный. Может, ты не холодный, да ты ленишься. Как не холодный? Да ты ленишься, когда вот... морозу на полу. Да ты потому, что я не... не топил, ленился. Алле. Здравствуйте. С трех. С трех. 1800 за месяц. Три раза. Три раза в неделю. До свидания. А потом ты в храм-то начал ходить, и как Господь-то начал? Начал он о тебе заботиться? Да. Как? Ну, как? Ну, как? Вся община обеспокоилась обо мне. Приехали за мной, забрали. Понравилось тебе? Да. А почему так произошло? Потому что твое сердце откликнулось, и ты стал ходить в дом Божий, покаялся. Так ведь было дело? Да. Или ты как вот блудный сын-то, пошел, расточил все имение с блудницами, потом покаялся и вспомнил, ах, чего ж я наделал-то? В доме отца моего тепло, питание есть. Так и с тобой, наверное, случилось. Да, Василий? Да, в этом роде. В этом роде. Вот. Можно не подавляться с заботами житейскими. Ну, и третья категория это искушение, что люди теряют веру. Ты говоришь, духовно пал. Что произошло еще с тобой такое? Что за искушение, дьявол? Какое на тебя напал? Почему ты перестал в храм ходить? Можно же было в неделю там дом строить, а в субботу, в воскресенье это пройти, а потом опять там утепляться-то. Почему перестал в храм ходить? Так, по лене пошло. По лене? То есть, без лени на тебя напал. Да, и в доме у тебя было бы тепло, если бы ты не не ленился, дрова бы топил. Я тут раз тебе приезжал, тепло у тебя было. Про пистон тебе как вставили, так ты смотрю, начал шевелиться. а то возомнил из себя аскета. Загнулся бы там бы от туберкулеза бы, да и все. Надо же рассудительность, чтобы во всем было. А то без лени тебя обуял, а ты думаешь, что ты такой аскет там сэкономил дрова на пользу ближним. А с кем ты дровами поделился сэкономленными? Какие там дрова? Какие там дрова? Да какие никакие, а все равно тепло от них было, когда не ленится и топишь. Уж какие привезли, и что теперь? Все равно было у тебя в доме тепло, я когда приезжал. Было тепло? Ну. Ну. а почему было тепло? Потому что взял, не поленился и затопил. А почему было холодно? Так у меня и печка дымит. И печка дымит. Ты вчера басню-то какую читал? Стрекоза и муравей. Стрекоза и муравей. Когда осенью то купил, чего что ее не поправил, не почистил печку-то? Лето красное пропел. Так я этим не занимался. Я этим не занимался. А чем ты занимался? Песни пел? По ночным клубам ходил? Ну, раньше не приходилось этим. Ну, а ты же знал, что тебе нужно будет там ночевать. Ну, топил свою печку. Было дело, ну, топилось хорошо, хорошо. А осенью никогда не чистил. Никогда не чистил, не получалось. Ну, печка топилась хорошо, что ее чистить? Ну, ты поговорку знаешь, готовь сани летом, а тебе... Ну, я говорю, прорабить ее жизнь, когда приходилось топить с печкой жилье было. Понятно. Ну, и на какой категории ты себя сейчас останавливаешь на данный момент? Четыре категории людей. Первые, три, какие они? это три категории. Чего про них написано? Ну, первые, которые не принимают учения. Ну, понятно. Они брошены, они не приняли учения. Да, ну, ты это принял, ты крещение принял. Вторая категория. А последняя категория какая? Семя упавшая на добрую землю. Да. она вот эта последняя от первых тех трех чем отличается? Ну, тем, что человек принял Слово Божие и в терпении изучает его. Да не изучает. А тут написано. Смотри. Вот, читай. Вот отсюда. Видишь ли? Читай. Видишь ли, как он сказал о спасающихся. хранят и приносят плод в терпении. И через эти три свойства отличил их от не содержащих каковы те, которые при пути от неприносящих плода, каковы те, которые в терниях и от неприносящих нападшего на них искушения, каковы те, которые как камень. Так, вот этот последний категорий от первых трех отличается? Ну, вот выделенном жирном, смотри, читай. Хранятся, приносят плод в терпении. Не Слово Божие изучают в терпении. Там бывает, есть такая категория, которые изучают и принимают. Однако они не спасаются. А это последнее спасающихся хранят и приносят плод. Плод. А те бесплодные у тебя на даче деревья растут, они плодоносят. Да. Не знаешь, что первый год дачи плодоносят, но есть засохшие. Вот. А ты какая? Что засохшие делают? Вырубают. Вырубают и бросают куда? В печку. В печку, в огонь. Гиенна огненная. Убойся, Вася. Значит, чего тебе не хватает? Чтоб тебя в огонь не бросили? первая любовь, потерял при крещении. Потерял-то потерял. Теперь рассуждаешь, что как от этого состояния выкарабкаться. что о чем еще? Давай еще читай. Хранят спасающиеся. Давай и дальше что? Хранят и приносят плод в терпении. Что они приносят? Спасающиеся что приносят? Что эта ветка которая бросает в огонь не приносит? А которая хорошая которую Господь не срубает ни в огонь приносит? Что именно? Плод. Плод. Что такое плод? Который можно напитаться? Который полезно дерево из дерева полезно репей. Это сорняк. А колосья хлебная у них плоды у них зернышки из них хлеб пекут. Так ты сейчас кто? Какое ты растение? Полезное или бесполезное? Пока что бесполезное. Поэтому ты на литургии верных не присутствуешь. Когда батюшка говорит оглашенный язык и ты выходишь. и что тебе нужно сделать чтобы тебе с верными вместе быть? Давай опять читай. Видишь ли как Христос сказал о спасающихся? Читай громко. Откуда? Ну вот видишь ли видишь ли как он сказал о спасающихся? Хранят и приносят плод в терпении. Ну что тебе нужно чтобы спасающимся а не погибающим сделать? Читай жерно. Хранят и приносят плод в терпении. Что тебе нужно сделать чтобы из категории не спасающихся перейти в категорию спасающихся? Читай. Через эти свойства отличил их от несодержащих Да жерным ты в пятый раз считаешь понять не можешь что тебе нужно сделать Дерево какое бросает в огонь? Сухое А какое не бросает? Которое живое Да Что тебе нужно сделать? Ну Из небытия перейти в бытие Читай Он сказал спасающихся хранят и приносят плод с терпением Что тебе нужно сделать? Ну из мертвого как бы оживлять себя оживлять себя да ты сам себя не сможешь оживить Ну с Божьей помощью Надобно тебе родиться свыше от Бога стать духовным а не плотяным и тогда у тебя будут плоды плод же духа что есть? Любовь кротость долготерпение А дела плоти какие? Дела плоти Да Что хочу твои вручу Вот Зависть Злоба Прелюбодеяние Вот это дела плоти А плоды Что такое плоды? Добрые дела это Вася Так же и в притче о десяти девах у которых масла не было они жениха ждали жених пришел смерть настала масла нету светильники не горят потухли Что такое масло? Это добрые дела Вася И плоды это добрые дела пока ты добрые дела делать не начнешь ты так мертв и будешь засох дерево никому не нужно ходить эгоистичное только соки сосать можешь из земли а плодов то нету а его срубают в огонь Сколько раз я тебя обратно в твой задымленный домик хотел отправить срубить и выбросить однако же Господь терпит тебя ждет и надеется что ты заплодоносишь ты плодоносить то собираешься или так только будешь и сосать с других отдавать не собираешься ничего от себя ты христианином становиться собираешься собираешь но когда ныне день спасения ныне не ожесточите сердец ваших сегодня возьми и записывай каждую минуту как ты хронометраж это называется что на счете сколько времени уходит сколько на себя сколько для Бога сколько для ближних будешь этим заниматься не знаю благодарим Бога не будешь Вася мертвый ты совершенно мертвый ты в этом состоянии ты свыкся все я духовно пал у меня котелок не варит и я духовно падал у меня котелок не варил и я падал но вставал и община и церковь всячески в этом содействует у тебя все есть вся возможность все шансы тебе Господь дает для спасения еще раз я говорю никто тебе не поможет ни я ни Бог пока ты сам этого не захочешь а я тебя спрашиваю не знаю не знаю я вот такой есть пред Богом ты такой мертвый станешь куда тебя бросит в огонь желаешь что этого а что нужно сделать чтобы не бросили справляться справляться с таким с трудом охота тебе справляться чувствую нет не охота привык на дармовщинку на всем готовеньком на халяву да дурачком прикидываться до боляши очень удобно все тебя любят жалеют кормят обогреют у навозят это дерево усохшее а сколько можно потерпеть то это срубает и бросает в огонь рано или поздно не будет этого с нами давай помолимся господи поблагодари бога слава отцу и сына святому духу слава отцу и сыну и святому духу ныне и пресно и во веки веков аминь иди завтракай аминь я нет не буду я буду поститься не пить не есть не буду пока ты не исправишься аминь 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 аминь